Дэвид Дэвид Джонс, спасибо за подписку, 37 месяцев. Как тебе позиция католиков, критикующих протестантов, состоящая в том, что если протестанты считают Библию истиной, то должны признавать истинности католической церкви, ведь именно этот институт и скомпилировал Библию, отделив священные тексты от апокрифов, то есть было бы непоследовательно отрицать истинность церкви, утверждая истинность Библии. Ну, это то, что называется зачастую генетической ошибкой, также известной как апелляция к происхождению. Да, то есть без какой-то хуйки, которая тебе не нравится, не было бы какой-то хуйки, которая тебе нравится. Следовательно, вот та хуйка, которая тебе не нравится, тебе тоже должна нравиться. Потому что, бляди волос на хуйки. Ну, это же просто не аргумент даже. Здесь в этом аргументе нет аргумента. То есть церковь скомпилировала Библию, Библия вам нравится, значит церковь вы тоже любить обязаны. Где здесь логика, как это следует? То есть там, я не знаю... Ну, у меня хуйка с тем, чтобы пример скандачка привести, типа мне проще абстрактно описать, как я уже сделал. Это глупость. Если вкратце, это глупость. Если ты любишь, блядь, есть хлеб, блядь, люби печь хлеб. Это... Бреб... Типа, как-то так тебе нравится есть, но не нравится готовить. Типа, что, блядь. Как-то так, без Роберта Де Ниро не было, блядь, огромного количества фильмов с Робертом Де Ниро, которые тебе нравятся. Но, блядь, Роберт Де Ниро как личность ей не заходит, блядь. Ну, протестант... То есть, во-первых, здесь просто аргумента нет. А в плане какой у протестантов нарратив? Ну, один из тех, которые я слышал, это то, что Библию скомпилировал прежде всего Святой Дух. А сделал он это посредством церкви или посредством не церкви, а еще чего-нибудь там. Это значение не имеет. То есть, так же, как настоящие авторы Библии, например, нам неизвестны, и непочитаемы таким образом. Мы просто в душе не имеем, кто скомпилировал изначально вот те тексты, из которых потом уже выбирали самые вкусные отцы церкви. Ну, и к тому же, если акт компилирования Библии, он настолько как бы важен и так далее, ну, почему у нас король Яков не почитается, английский тогда как какая-то важная хуйня. То есть, ну, хуйня. Тогда, получается, отцы церкви, они через запятую идут там с огромным количеством всяких европейских монархов рандомных, которые тупо, хуйня, сами смотрели и выкидывали на Библию любую хуйню, которая им не нравилась. меняли формулировки чисто в угоду красоте английского языка и так далее. Это я все еще про Якова, по большей части. Библия короля Якова – это дико красивая тема такая. Это классика английской литературы во многом. Ну, спрашивается. Ну, скомпилировал, да. Ну, п*** ты король во многом был. То есть, патрон искусств, можно сказать. Класс. Ну, и чё? Он волшебный теперь тоже, как Папа Римский. Или чё? Или как кто-то там из отцов церкви. Ну, это же глупость. Так что, да, Библия, она скомпилирована Святым Духом, прежде всего, который, значит, чуть-чуть подталкивает влиятельных людей к тому, чтобы в итоге получилась Библия. Поскольку Святой Дух бесконечно добр, он не допускает такого, чтобы всякие люди переврали основные фундаментальные моменты в Библии. Поэтому, если там что-то и теряется со временем, то, как правило, всякие детали. Как правило, всякие детали, которые не то чтобы прям фундаментально душеспасительные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...